А у нас опять дождь на улице, так потемнело всё, ну это просто жесть. А я помыла пол, я так довольна, господи, у меня дома такая чистота сейчас, я сама чистенькая, пол намытый, он просто блестит, боже мой, всё перемыла. Ой, какая же, какая же прелесть, из-за того, что дождь дома так, это, темно, так темно. Ой, постельное бельё решила не менять, поменяю завтра, всё равно в машинке, чё ему лежать. Завтра сниму и поменяю. Готовить буду сейчас кушать, готовить буду сейчас кушать. На ужин у меня говядина с луками и морковью, и ещё макароны, 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 макароны. Так, это нужно израсходовать. Сразу же вынесу мусор. Сразу же вынесу мусор и зайду в магазин. Так, морковки мало, морковки надо ещё, пакет достать. В магазин ещё не ходила после приезда, маловато, что есть, на рынок не ходила. Так, ну всё, грубо говоря, сейчас оставлю в штатив. Я всё ещё не могу поверить, боже мой, боже мой, наконец-то я в своей квартире. Хожу, сама себе правительница, сама себе хозяйка, всё моё. Много вещей, которыми я вот, знаете, регулярно пользуюсь. Вот прям надо, вот прям надо, вообще не могу. Перебрала. Вот здесь вот носки у меня новые лежат. Сумку убрала. Здесь всё перебрала, сейчас всё знаю. И, кстати, у меня, знаете, что вот эти вот тапочки, в которых я вот сейчас вхожу, немного порвался сбоку, вот видите, вот немножко порвался. Как хорошо, чуть-чуть это порвался, как хорошо, что я купила новые. Вот эти вот, видите, точно такие же вайтики взяла. Эти уже и стирать потом не буду, просто выброшу и всё. И, представляете, сломала ручку, сломала ручку, убирала. Ой, господи, что это за, блядь, это что такое, а? Что это такое? Артём вот эту вот ручку сломал, ну, точно так же, как сломал. Просто взял, открыла, она отломилась. И вот эта вот ручка тоже взял, это я взяла, и она взяла, и отломилась. Ну, это просто жесть какая-то. Вот такая вот, вот такая вот, вот такая вот мебель, хотел сказать техника. Вот такая вот мебель, вот такая вот фурнитура. Надо идти заменять, покупать новую. Вот не могу, знаете, понять, что за запах дома. Какая-то сборная солянка. Вот здесь пахнет моющим средством, вот отсюда. И спальни пахнет просюмом. Так, вот тут у меня полотенце висит. Новое повешаю. Это пока должно маленько подсохнуть, чтобы я его бросила в стиральную машину. Так, машинка сушится. Здесь у меня трусы, в которых я прибиралась. Здесь у меня футболка, лифчик. Там у меня полотенце. Потом пупсик придет, я быстренько, быстренько, быстренько все. Он мне позвонит, что он это, или напишет, что он выходит. Я тут все быстренько подберу, а пока все сохнет. Пока все сохнет, я буду доставать эту большую сковородку и готовить. Кстати, я сегодня мыла пол, отодвигала холодильник. Я знаете, что напугалась? Когда отодвигала холодильник, думаю про себя. Неужели я его мыла последний раз, пол за холодильником? Когда я заехала в квартиру, когда мне его двигал Михаил. Ну, Майкл, мой друг из Варшавы, из Польши. Потом такая вспоминаю, отодвигала? Нет. Там достаточно чисто было. Думаю, нет, Инна. За два года, за два года так мало мусора не могло собраться. Еще следующее мытье полов буду отодвигать в посудомоечную машинку. Там тоже должно быть все помыто, все прочищено. В общем, вот так вот. Хочу, чтобы каждый уголок моего дома был чистейший. Я диван отодвигала, кровать не отодвигала. Вот завтра буду снимать постельное белье. Пододвину матрас и там все протру. И вот там вот, знаете, да, как я вот поднимаю матрас. Вот так вот все оттуда достаю. Достаточно проблематично, но что делать? Вот такая чистюля, когда захочу. Ну как, когда захочу. Дома-то по своему мусору я могу ходить, потому что это я знаю, что это моя, так сказать, мои бактерии. А вот в чужом месте я не могу. Ну как, у меня особо мусора дома-то и не бывает, потому что мусор я воношу три раза в день. Сейчас поставлю готовить мясо, овощи и сразу же вынесу мусор. И пока буду ходить вниз, выносить мусор оставлю два балкона открытыми, чтобы немножко просквозило. Чтобы дома был запах, не было запаха еды и не было запаха моющих средств, не было запаха парфюма. Ну или, по крайней мере, как-то смешалось все более по-умному. Потому что сейчас я прям чувствую, что какая-то сборная солянка. Оно пахнет везде добром. Но я не люблю запахи. Знаете, в том плане, что какие-то едкие. Вот здесь я надухарилась кокаином. Хочу, чтобы он немножко... Вот здесь вот я надухарилась кокаином. Хочу, чтобы он немножко на мне смешался с запахом моего тела, чтобы он не был такой едкий. Потому что сейчас меня будут целовать во все места. Вот я во все места и напшикала. Так, надо вас сейчас поставить вот сюда. Так, у нас же новость очень хорошая для России. В марте будут президентские выборы. И Владимир Владимирович подтвердил свое участие в них. Вот это новость. Вот это, вот это новость. Одновременно и этот включила, как его, вытяжку. Так, кастрюля... Не кастрюля, а сковородка здесь. Так, сковородка здесь. Добавляю оливковое масло. И буду, буду мясо выкладывать. Мясо выкладывайте, пускай потихонечку прогревается. Так. Сковородка пускай немного прогревается, прогревается. Мясо я покупаю в такой вот... В такой вот, как сказать, этой штуке. И я его не мою. Не мою абсолютно. Раньше мыла, теперь там есть такая прокладка. И весь, как сказать, весь... А, не сок, неправильно говорю. Вся кровь, которая вот от мяса может стечь там из-за разморозки, она туда. Там типа как подгузник такой лежит. Ну, по крайней мере, знаете, я, слава Богу, ни разу не отравилась. И слава Богу, дай Бог, не отравлюсь. Так. Быстренько, быстренько, быстренько я все сделаю. Мясо должно быть мягкое, потому что пупсик не ест твердое мясо. Они здесь, они здесь в Турции привыкли, знаете, так есть мясо, чтобы оно было как каша. То есть оно вот до такой степени должно быть... Оно, как его, как сказать-то... До такой степени оно должно быть мягкое, что оно должно как на волокна просто разобираться. Я его потихонечку отучаю от этого, но пока еще не отучила окончательно. Сказала, да, что пойду выносить мусор. И открою балконы на растопашку. Днем они были у меня открыты. Тот и другой балкон. Ну, а потом я начала мыть полы. Вот сейчас время доходит 6 часов, наверное. Пупсик ко мне придет с ночевкой, с ночевкой, с ночевкой, с ночевкой, с ночевкой. Гроша. Висит гроша, нельзя скушать. Твою сберку уже зайду. Во вторник пойду на рынок. Пойду на рынок, пойду на рынок, пойду на рынок. Так нравится, когда все, знаете, когда все под рукой, когда все мое, когда все чистенькое, когда все сверкает. О! О! Даже не это, даже ложкой не разбила. Ложку достану. Сейчас быстро вот этой штукой, морковку, щих-щих-щих на терочке, щих-щих-щих и все. Понимаете, и конец влога. Потому что тут не некогда разготавливать как-то вот все. А макарошки, чтобы они были как-то не подогретые, сварим вместе. На улице дождь, я сказала, да? Это вообще капец. Так, 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 так. Пришил эту морковку не делать, потому что она достаточно дряблая. Ну и нафиг, вот сколько еще морковок. Че, да, куда их? Какая-то сломанная. Какая-то сломанная. А еще Лена записала голосовое сообщение. Ей так понравился парфюм, который я подарила. Она сейчас его носит. Она говорит, он немножко сладковатый запах. Я забыла, что какое она взяла. Я знаю, что это ПД Париж был. А, Де Пари правильно произносится. Это видите, я еще англичанин. А, Де Пари он называется. Аромат в стойке. Она говорит, я получаю столько комплиментов. Я говорю, вот так вот, клянусь. Знай наши. Знай наши. Сейчас никаких ссылок я вам не оставляю. Я вам просто говорю, что Де Пари это клевая такая тема. А у меня обзор будет на Де Пари через день, что ли. Да, через день. Через день, через день, через день. Так, хлебушек за еду куплю в Айсберг. Порошок у меня заканчивается. Он нужно купить. Я еще сегодня прибиралась в шкафу в ванной. Так, вот это вот патру в мяско. И увидела, что не одна туалетная бумага осталась. Ну, то есть, три в накопителе есть, которые вот... Четыре, наверное, в накопителе. Четыре, наверное. И я думаю, так надо купить. Обратите внимание, чтобы... Чтобы, 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 чтобы... Чтобы, 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 чтобы... Не забыть. Потому что я даже не представляю. Вот что значит делать всю череню. Вот что значит. Вранила морковку сейчас. Заляпана будет. Какой же сыр вкусный. Это мне мама с рыжкой привозили. Качета. Господи, какой же вкусный. А огурчик осталось только два. Кстати, надо соленья купить. Да, надо вообще пойти в магазин. Надо пойти в магазин и покупать продукты. Мясо-то у меня есть. Как бы я знала, что ничего не случится с заморозкой. А вот овощи, фрукты. Это, конечно же, могло все испортиться. Это естественно. Это естественно, естественно, естественно. Так. Будем тереть или порежем? Да вот не знаю. Какой лук сочный, слушайте. Прям... Это же он не испорченный. Прям вылилось из лука прямо. А знаете, так ощущение, что... Как, как, блядь, как сперма. Прям уже такая вообще... Сейчас, это быстро. Это быстро, это быстро, это быстро. Нож у меня прекрасный. Мама, конечно же, забраковала его. Я еще его не... Не, так сказать... Не... Не точила. Мне Вероничка же дала эту... Как она? Чик-чик-чик-чик. Эту, как она? Точилку. Но я вот считаю, у меня достаточно... Мне даже не надо... Потрясающий нож. Хейтеры, представляете, как ваши глотки будут лететь? Только так. Как Петр Первый боярам головы зрубил. Бороды или головы? Напишите, кто знает. Кто знает нашу историю? А ну, поправьте. Я, знаете, просто надеюсь, что у меня смотрят какие-то умные люди. Напишите, напишите. Я-то знаю. Кто бороды, кто головы. Я хейтерам глотки буду резать. Вот этим ножом. Ну, или любым другим. Только суньтесь. Мясо 400 граммов. Ну, как раз для двоих взрослых людей на один раз поесть. Ну, при условии, конечно, того, что у тебя есть... Гарнир. Естественно, при этом условии. Так, иначе никак. Я не стараюсь резать мелко. Абсолютно. Я люблю. Я их салат даже не режу. А тут еще, учитывая то, что это и пережарится. Вот. Столько лука, мне кажется, столько же, сколько и... Столько же, сколько и мяса. Я вот не знаю, морковь, может быть, действительно, может быть, порезать. Может быть, и порезать. В принципе, это неплохая идея, я хочу сказать. Где? И добавлю немного красного перца. Салить я не буду. В конце приготовления я добавлю, может быть, немножко соевого соуса. Может быть. Так. Добавляю газ. Сейчас лук будет отдавать сок. Говядина уже схватилась. Но в том плане, что она уже не красная. Так. Огонь достаточный. Мясо, лук. И сейчас еще будет морковь. Ах, горячая крышка. Ах. Ах. Так, а зачем я закрыла? Ё-моё. Надо добавить немножко еще масла. Готовлю на оливковом. Ну, каждый готовишь, как ему нравится, конечно же. Но я вот, например, в России очень редко покупала оливковое масло. Как-то не заведено было. Как-то не заведено. А здесь практически, практически все используют. Но оно достаточно, как бы, дорогой продукт. Как бы, не каждая турецкая семья может себе позволить. А я могу. Я же не турецкая семья, да? Ну, согласитесь. Я же не турецкая. Я один раз покупала растительное масло. Чуть как-то, нет, не то, чтобы я разочаровалась. Но оно не такое, как у нас. Оно, оно очень, как сказать, как вода. Оно как вода. Вообще не такое. У нас оно немножко такое тягучая консистенция. А так просто как вода. Может быть, жарко то, что было. Уже было лето. Может быть, попробовать еще. Может быть, то, что было жарко. Слушайте. Когда все жарко, у меня, этот, кокосовое масло, так оно просто. Оно просто, как вода. Можно было на терке сделать. А я вот так вот. У меня из овощей больше ничего нет. Я привыкла, что у меня дома вот изобилие всего, вот пока не успела купить. Вот прилетела пока не до этого. Сейчас я обойдусь какими-то, знаете, вот такими вот подручными средствами. Виталечка написал сообщение. Он же собирался идти зуб вырывать 4 декабря, в день моего прилета. И отменил запись. Говорит, я не знаю уже, как я буду себя чувствовать. И сегодня пошел. Вот в день. А, я же улетела завтра. Вчера. Завтра вчера. И вот я улетела, и он на следующий день пошел. В 7 часов у него удаление зуба. Потом еще у него какая-то дорогостоящая процедура насчет зубов. Я не очень люблю, когда зуб пахнет в квартире луком, который вот готовится. Вот не очень люблю. Я сейчас включу вытяжку. Включу вытяжку. И, собственно говоря, понесла. Потому что понесла я мусор, и все, пока хожу, все приготовится. Я спущусь вниз, там буквально, знаете, на 3 минуты. Ну, в магаз зайти, и все. Еще открою балкон и оставлю вытяжку включенной. И мясо, конечно же, будет огонек. И зайду домой, и прям будут запахи вот именно дома. Чистого, парфюмированного, вкусного, готовящегося. Все, знаете, все эти запахи, которые я как раз и не люблю. Ну, гляньте, какая красота. Ну, согласитесь, что это роскошно, да? Ну, так. Оп. Подобряете. Помимо всего прочего, это еще и очень вкусно будет. Оно протушится, и будет вообще просто заебомба. Так. Что я? Забираю пакет с мусором. Пакет с мусором. Забираю, забираю. Ничего течет. Это, блядь, все мыто. Так. Ничего в одни течет. Надеваю новый пакетик на ведерко. И все. Все, понимаете, все, я выхожу. Приду, все протру. Так я все забрала. Сейчас открою балконы. Открою балконы. И все. Открою балконы. Открою балконы. И... И, 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 и. Через полчаса будет все протушенное, будет все мягонькое, вкусное. И будем кушать. Вам всем доброго вечера. Вам всем хорошего настроения, любви, счастья и позитива. Да. Да, 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 да. Мне еще нужно будет переодеться. Скоро малыш придет мой. Помните, я вам говорила, что буду выбрасывать вот эту штуку? Никуда не выбросила. Постирала, снова надела. Вот из магазина вернулась. Никуда не выбросила. Сейчас покажу быстренько, что купила. Так, отключить нужно. Так. Готово. Готово. Так, вытяжку оставляла включенной. Зашла домой. Запах просто потрясающий. Так. Завтра мы будем весь дома. Весь день, скорее всего. Ну, может, максимум пойдем прогуляться. Так. Овощи. Помидоры, перцы, зеленые, красные, огурцы. Это на салат, на шакшуку. Так. Картошка. Картошка. Соленые огурцы. Хлеб. Хлеб купила. Так. Окорочка. Мясо. Фарш. Йогурт. Так. Перчики вот такие. Шницель. По акции. И все. Так. Дома продукты должны быть. Я прям не могу. За все за это я отдала 491 лиру. Шницель 58,50. Перчики. Так. Турсу. Перчики вот эти вот маленькие. 17,50. Хлеб. 17,50. Вот этот вот. Огурцы. Огурцы взяла не корнишоны. Огурцы. Так. 18,70. А. Неправильно говорю. Огурцы свежие. 18,76. Картошка. 17,77. Зеленый перец. 5,23. Бибер. Так. Кармазобибер. Красный перчик. Там две штучки. Значит. Кармазобибер. 8,71. Помидоры. 14 лир. 11. Куруши. Данак. Уже большие. 109 лир. Так. Это вот мясо. В кусочках. Здесь 400 грамм. 109 лир. Так. Что еще? Куйма. Фарш. Значит. Фарш. 99 лир. Турсу. А. Неправильно говорю. 22,50. Это вот эти вот. Вот. Соленые огурчики. 22,50. Саремсак. Чеснок. 22 лиры. 44. Куруша. И пилич. Ножки куриные. Давно не ела. Вот эти вот ножки. Вытянули на 62 лиры. 89 куруши. Итоговая сумма покупки. 491 лира. 86 куруши. Я привыкла, чтобы у меня дома были продукты. Привыкла готовить из хороших продуктов. Пускай все будет. А потом я уже решу, что мы будем кушать. Доставку какую-нибудь закажем. Например, там. Пиде или что-то. А йогурт на мне посчитала? Так. Йогурт. Йогурт. 17,50. Ну вот, собственно говоря, цена. На сегодняшний день. Вот такие вот цены. Спасибо вам большое за лайк. Кто смотрел это видео, обнимает, целую. Никогда. Ухожу в ночь.